ну вот наш обмотчик брали моего новым м ага через м агро я его убрал заказывал то есть приехал он ко мне транспортной компании 91 что ли что-то такое он там стоил и плюс доставка в общем около девяносто пяти тысяч что ли он как бы мне обошелся брал я его как бы в долг денег у меня не было брал я его по той причине что погоды не было не было погода для заготовки сена и мы искали варианты как бы самим не остаться на зиму без сена то есть долго думал долго искал нашел в смоленской области итальянский само погрузной прицепной то есть погрузчик просили за него 150 я просил маленько скинуть потому что мне 500 километров до них ехать ну не сговорились мы в общем не продали и я принял решение купить данный обмотчик новый и в принципе думаю что ладно в конце видео я скажу в чем же наша самая большая была ошибка при заготовке силосов в и сенажа в рулонах упаковку встреч вот эту пленку я беру мятную нашу российскую как в каком-то видео я давал ссылку на производителя по-моему в подольске он производится это пленка или там фирма по парадам не знаю но присылали мне с подольск выходит он около трех тысяч но что-то сейчас у них подорожал я тоже побоялся сейчас 6 или 7 рулонов уже купил зимой следующий сезон сейчас расскажу самое главное в чем же наша ошибка при этой заготовки этих кормов продолжая разговор о нашем силосе сенаже в пленке вот у нас а пленка у нас получилось два два вида это сенаж и силос вот этот сейчас у нас мы смотрим на силос то есть он маленькой сыроватый и такой запах у него маленько с кислинкой но не знаю как камера передаст вот он такой коричневенький не прелости не и плесени ничего нету вот он такой зеленоватый коричневый вот видно клевер вот его в сентябре мы оттого это уже косили вот она такая получилась с большим удовольствием то есть телята бычки едят ее безотходно сто процентов то есть поедание его очень очень замечательно ну естественно смотрим из 20 рулонов у нас именно силоса то есть мы его катали на второй день скосили он день-ночь полежал и был такое больше 50 процентов сыроватый и он такой влажненький получился вот это больше как бы к силосу он я бы вот он отнес но очень к сожалению все нашего тут рулон уже на исходе не открывали еще и вот есть несколько рулонов что но сейчас попробую показать вот она подвяленная то есть она 50 на 50 и запах у него не кислинки а именно яблок такой яблочный как бы это печеные вареные такие вот ближе к такому какому-то ягодному вкусу вот он иди отсюда бим вот она то есть вот он такой это сенаж то есть вот такой сенаж получился как передаст камера сейчас не знаю попробовал но вот все одуванчики все вся листва все сто процентов то есть подал подобрали йод этот сенаж также косили сатавы и получилось замечательно едят его сейчас постоянно даем овцам его вот и два рулона это катали мы из сена то есть она там дня три-четыре полежала и вот с него катали сейчас игр не хватает на вечер сейчас мы один вскроем и то есть покажем что что и как он выглядит и скажу по запаху сверху прям этот погоди вот так сделать нет да по краю но это сено то есть но здесь никаких ничего нету вот чуть-чуть только отличного качества сена то есть я думаю что 100 процентная будет ус поедание до сетку режем так а мы его ковырнем сейчас оттуда да ну а чё она вот как было тогда сена да это поле первый год косили она такое со старым этим а так если этот косить ну а все зеленое все как положен вот так вот выглядят наши рулоны сенажа то уже они привезены из поля маленького ремонтировали сейчас другие покажу вот они поле их маленько ремонтировали мы приезжали смотрели наблюдали как чего чтобы они не запрели самое важное первые две недели чтоб ну и в дальнейшем важно чтобы как бы не попадал воздух но основной это две недели то есть когда вот это все квашение замирание произойдет и дальше уже будет как бы легче так подводя итоги нашего видео что в чем же была наша ошибка ошибка в приготовлении сенажа и силоса самая наша большая ошибка 2 я купил мало спрей пленки и заготовил мало сенажа и силоса так как его едят все и качество я не говорю как засеивают поля но я думаю что из засеянных полей сенаж и силоса будет намного выше по качеству и лучше могут поедать так что самая большая моя ошибка я очень мало сенажа и силоса я купил 4 рулона стрейч пленки у нас около 100 рулонов мы там да около 90 100 рулонов мы приготовили нет ну некоторые рулоны не получались чтобы тренировались какие-то были попытки так что в общем у нас было около 80 рулонов это десятка два мы их поздно готовили они испортились остальные все высокого качества все правильные и больше гораздо больше надо было готовить так что все кто стоит перед выбором готовить пробовать что это такое я всем советую сделать хотя бы процентов 30 40 для себя именно этого сенажа силоса попробовать посмотреть как качество офигенно поедается сто процентов никто не пожалеет а все разговор что-то портится это это уже от качества заготовки от качества заготовки зависит и от качества хранения как вы будете хранить его какого качества вы если вы горящие рулоны закатывать естественно они у вас и под пленки сгорят если вы будете все быстро сразу закатывать и упаковывать то никакие рулоны не загорят плюс если будут рулоны герметичны значит они будут сохраняться и до зимы так что мой совет пробуйте и делай сто процентов едят и крупно рогатые и овцы и козы все едят